всем доброго дня лабадена висэмс ну и конечно же всем доброго дня ребята в общем тяжелые нас времена как вы все знаете очень сильно тяжелые давно мы не снимали видеоролики вернее не так даже давно мы не монтировали видеоролики потому что снимал много и часто материала много есть что с ним делать я сейчас даже не знаю но давайте по давайте наверное пройдемся по пунктам давайте так самый первый пункт все знаете что сейчас происходит в украине я не собираюсь здесь что-то кому-то доказывать что-то кому-то рассказывать я не буду говорить что я аполитичный человек нет это коснулось каждого это коснулось каждой семьи поэтому у каждого есть на этот счет свое мнение мое мнение давайте я скажу то что что я бы хотел сказать мое мнение в том что сейчас большей степени страдают люди страдают простые люди страдают мои друзья страдают мои знакомые и самый главный страдает моя семья это люди лишились всего в один момент люди просто решились всего люди лишились люди просто решились всего у людей нет ни работы у людей нет ни уверенности в завтрашнем дне у людей нет абсолютно ничего и вот это то что беспокоит больше всего также он сказать что у людей кардинально изменится мировоззрение потому что много кто пережил обстрелы много кто жил в подвалах бомбоубежище все это время это очень тяжело вообще для меня говорить на эту тему очень тяжело хочу конечно же поддержать украин украинских военных сказали спасибо большое потому что такого никто не ожидал вернее были предпосылки что будет но никто не ожидал и я допустим его даже не верю не верил то что это просто возможно проснулся я честно я уже запутался в днях в первый день войны я проснулся в 6 утра и знаете всегда всегда на ночь я у нас вай-фай выключается по расписанию и включается по расписанию всегда на ночь когда я ложусь я телефону ставлю на тихий режим есть да он пропускает звонки только от избранных но и всегда я ставил телефон в авиарежим в тот день не поставил вот почему-то в тот день я сидел если честно сказать в тот день я сидел где-то до двух до трех ночи работал в два-три ночи шел спать и почему-то мне тогда вот мне захотелось ставить ставить телефон именно в авиарежим я его просто поставил на тихий режим и все на этом и знаете я проснулся в 6 утра от того что пришло сообщение от родных пришло сообщение от родных с текстом нас бомбят знаете скажу честно я для меня эти слова это были очень страшные слова потому что ты во первых сразу ты не знаешь что делать не знаю что говорить куда звонить вообще ничего не знаешь и это были самые страшные слова конечно потом было три дня потом было три дня очень таких нервов мы постоянно читали новости мы постоянно звонили родным и близким я написал всем своим знакомым просто я всем кого знал с кем давно не общался даже с кем там у меня вражда какая-то была я всем написал со всеми мы пообщались со всеми пообщались и ни у кого никаких там как раньше разногласий у нас не было потому что у нас всех случилась одна и но в этом постоянном стрессе вот этих постоянных нервах мы живем уже полтора года уже даже больше и поэтому уже просто вот этот гормон стресса дал уже просто не выделяется просто уже как на все реагируешь пытаешься что-то делать что-то решать ну что ты можешь делать сказать как лично нас коснулась это все лично лично меня во первых это семья семья родные и близкие мать отец бабушки дедушки у кого еще есть братья сестры там крестные за всех переживаешь переживаешь за близких друзей хоть и давно уже не живем в украине очень часто общаемся за всех переживаешь это то что в первую очередь вторую очередь это то что много кто из семьи потерял жилье вот на 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 этот период который сейчас вот идет там обстрелы и все они там просто находят находиться не могут то что идет последние дни когда сейчас просто города стирают города стирают просто из города уровня землю так там вообще небезопасно находиться география людей обширные вот харькова до киева теперь уже до львова очень обширная видим теперь нигде жить они люди живут по людям можно так сказать это тоже второе то что у людей нет работы люди потеряли работу теперь они живут за то что было накоплено насколько это хватит никто не знает как долго все придется никто не знает но очень хочется верить что скоро это все закончится лично у меня была работа тоже у меня подработка я кроме всего еще занимался занимался и занимаюсь интернет-маркетингом там редактирование веб-сайтов социальные сети ведение того и всего у меня была дополнительная работа которая сидел делал просто ночами она мне приносила что-то там ну и у всех людей нет уверенности в завтрашнем дне это точно у всех людей нет уверенности в завтрашнем дне все надеяться все очень надеяться все молятся о том что дай боже чтоб все прекратилось чтоб все успокоилось чтоб они договорились как-то я не знаю просто чтоб перестали стрелять перестали стрелять перестали бомбить это самое главное вот такие дела не знаю кто там что там будет думать в частности хотел бы сказать про русский язык никогда у меня у меня лично никогда не было проблем с русским языком в Украине всегда мы разговаривали вот там где я жил и потом я переехал в Киев мы не разговаривали ни на чистом украинском ни на чистом русском у нас был такой суржик где у нас были русско-украинские слова и мы так разговаривали ребята которые приезжали со Львова западной Украины если я правильно со Львова Ивана Шенковского оттуда там да там ребята разговаривали чисто украинскую мову причем этот украинский язык он был смотря откуда люди приезжали можно сказать у некоторых бутсульский у некоторых львовский акцент и слова некоторые были такие которые ну даже я слышал впервые и были ребята которые приезжали из Донецка Луганска были ребята которые приезжали из Крыма из Харькова да они говорили на русском в Киеве когда мы все учились там уже в КПИ когда мы все учились у нас просто все языки перемешались как-то и кто с кем кто как хотел так и разговаривал никогда у нас никаких проблем не было абсолютно это если кто-то там думает что с языком что-то связано да нет никогда работал я в огромном количестве мест в Украине тоже никогда не было ни проблем ни претензий никто никогда ни слова не сказал о том что ты говоришь как ты на том языке были компании где говорили на украинском были компании где говорили на русском были компании где мы общались на английском потому что мы работали с иностранными офисами но нигде претензий не было и всегда знаете мы всегда понимали друг друга один человек может говорить по-русски другой по-краински они стояли друг другу они общаются между собой они друг друга понимают потому что это это как в Литве допустим да у меня были такие ситуации когда моего литовского недостаточно а человек по-русски не разговаривает но понимает и мы тогда общались так что он мне отвечает по-литовски я ему говорю по-русски то что не могу сказать по-литовски и как-то мы понимали друг друга это примерно то же самое какой-то такой-то пример маленький это то что я хотел бы сказать про языки что касается канала и видеороликов честно ребят я не знаю что делать есть много старого материала но я не думаю что сейчас ему время касательно языка на котором языки снимать дальше и снимать и вообще я тоже пока не знаю пока пока самое первое это то что хочется пожелать чтобы наступил мир на всей планете чтобы наступил мир чтобы было тихое небо над головами и чтобы не было никаких отстрелов выстрелов и всего остального вот это то что хочется пожелать ладно ребят я могу разговаривать еще много сколько эмоций так и прут можно сказать но надеюсь на только на то что все будет хорошо поэтому вот такие дела к сожалению да к сожалению никто не думал что в 2022 году возможно война но она все таки началась пишите свое мнение только пожалуйста без никакой политики если будет какая-то политика если будет какое-то там нагнетание обстановки если будет в комментариях там кто-то на кого-то наезжать грубо говоря оскорблять я буду банить таких людей сразу сразу просто буду банить а потому что оскорбление они не допустимы давайте в первую очередь оставаться людьми всем люди большинство сейчас людей в очень тяжелом положении очень да очень тяжелыми положения и состоянии поэтому давайте в первую очередь оставаться людьми и Продолжение следует...